Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. В нескольких последних программах речь шла о том, что по всем признакам с Роша Шана 2022 года начался последний семилетний цикл этого мира. Цикл, который окончит всю шеститысячелетнюю историю этого мира и откроет следующий этап, седьмое тысячелетие, благословенное тысячелетнее царство Иисуса Христа, царство правды и истины. В прошлой программе я показал таблицу, в которой разделил 6000 лет истории мира на семилетние циклы. На мой взгляд, она открывает много интересного и утверждает в том, что сегодня пришло время последних семи лет мира, перед наступлением следующего, седьмого тысячелетия. Тысячелетие особого, которое символизирует шаббат, субботу. Ведь у Бога один день, как тысяча лет. И слова, которые описаны в книге Бытие, являются пророческими, что «Завершил Бог в шесть дней или к седьмому дню все дела свои, и почил, то есть отдыхал в день седьмой, и благословил Бог седьмой день и осветил его». Седьмое тысячелетие – это благословенное царство Иисуса Христа. Это время, когда все небесное и земное соединится под главою Христом. Это время, когда, как сказал один проповедник, небеса спустятся на землю. Сегодня мы даже не можем себе представить, что будет представлять это седьмое тысячелетие, потому что это будет что-то совершенно особенное, совершенно особое. Ведь, как сказано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Все это будет уже в седьмом тысячелетии, с которого настанет полнота времен, когда все небесное и земное соединится под главою Христом. Он достоин всей славы, потому что только благодаря его жертве грех и смерть были поражены. Это он победил грех мира, это он победил смерть, потому что ей невозможно было удержать его. Исходя из представленной в последней программе таблицы, я еще раз хочу сказать, как возможно, я подчеркиваю, возможно, выглядит картина по годам, от сотворения человека и грехопадения Адама до рождения Иисуса и его искупительной жертвы. От сотворения человека в 4006 году до н.э. до его грехопадения прошло 33,5 года. Возможно, что в Песах 1972 года до н.э. произошло грехопадение Адама и в мир вошла смерть. Все творение стало смертным и тленным. После этого Адам был изгнан из райского Эдемского сада. Земля была проклята Богом за грех и отступление человека от Бога. С этого момента земля коренным образом изменилась и в мир вошла смерть, а дьявол стал незаконным владельцем, князем этого мира. Но в книге Откровения мы читаем слова об Агнце, который был заклан еще от создания мира. План Божий по искуплению мира с момента его грехопадения в самом начале творения совершился только через 4000 лет, когда Иисус Христос, Агнец, беспятная порока, был принесен в жертву за грех. И когда последним словом Иисуса на кресте было, совершилось. Павел говорит о Христе. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха, жертвою своей. Но та цель, ради которой Иисус Христос пришел в этот мир во плоти человека и был распят на кресте за грех мира, реализуется только во время его второго пришествия, через 2000 лет. О чем Павел продолжает. Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. В этой таблице видно, что от 4006 года до нашей эры, до 6 года до нашей эры, до рождения Иисуса Христа прошло 4000 лет. И от 3972 года до нашей эры, до 29 года нашей эры, до смерти Иисуса Христа тоже прошло 4000 лет. При переходе с годов до нашей эры, годам нашей эры, надо прибавить единицу, потому что нулевой год отсутствует. Через 4000 лет от греха падения первого человека, Адама, Агнец, закланный еще от создания мира, был принесен в жертву за грех. В свое первое пришествие Иисус говорил, «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Но во второй раз Христос явится именно для того, чтобы судить мир. И Павел говорит, «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Во второй раз Иисус Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения и для суда над этим миром. И в следующей таблице мы увидим то, ради чего Иисус был распят. Увидим достижение цели. Эта таблица есть продолжение предыдущей. И мы также видим, что 4000 лет прошло от греха падения до крестной смерти Иисуса Христа. Это момент, когда Иисус победил смерть. Он воскрес из мертвых, а жил в новом прославленном теле, которое предназначено для вечной жизни. Он стал первенцем из мертвых. Из праздника Шавуот или Пятидесятница, который наступает в начале лета, началось лето Господне благоприятное, которое еще идет сегодня. Это время церкви, которое окончится восхищением всех, кто за это время соединился в Духе со Христом. Всех, в ком жил Христос Духом. С этого события, с восхищения всех, кто во Христе, начнется второе пришествие Иисуса Христа. Ведь сказано «Сам Господь сойдет с неба». С момента восхищения начнется день мщения Бога нашего, который будет длиться семь лет и который приведет этот мир к его кончине. Через семь лет, в конце Великой Скорби, Иисус Христос со всеми спасенными святыми, в том числе и спасенными из народа Израиля, которые примут Ишуа как Мессию только во время семидесятой седьмины, придет на землю. Последние семь лет этого мира – это Божьи суды, которые окончатся по истечении шести тысяч лет от грехопадения, кончиной этого века, кончиной этого мира. Ведь ученики такой вопрос и задавали Иисусу. Какие признаки Твоего пришествия и кончины века? «Последними Божьими судами будет излияние семи чаш Божьего гнева на землю». И когда седьмой ангел вылит свою чашу, мы снова слышим это утверждение. «Совершилось!» Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий. «Совершилось!» «Этот мир, полный греха и беззакония, со властью дьявола и человека, будет осужден и падет навсегда». И в девятнадцатой главе книги Откровения показан этот кульминационный момент пришествия великого судьи, имя которому – Слово Божие, царя царей и Господа Господствующих, Иисуса Христа и Ишуа Мессии, которому отцом отдан весь суд. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Все спасенные следуют за ним. Изуд же его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя – Царь царей и Господь Господствующий». В первый раз Иисус приходил как агнец, чтобы выполнить порученную ему отцом миссию. Во второй раз он придет как лев, как царь, как великий и праведный судья. Потому что только он, единственный во всей вселенной, достоин принять предназначенную ему от века силу и власть, владычество его, владычество вечное. Достоин агнец заклоны принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. «Господь осудит этот мир и всех, кто не поверил ему, но возлюбил неправду, Иво царица». Седьмое тысячелетие – это царство Иисуса Христа со всеми спасенными людьми и искупленными кровью Иисуса Христа. И седьмое тысячелетие символически представляет праздник Суккот. «Время радости», как сказано у Исаии, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». И важно увидеть и понять, что говоря в 20 главе о тысяче лет, а в ней совсем не случайно шесть раз повторяется фраза «тысяча лет». Речь идет именно о седьмом тысячелетии, в котором со Христом будут царствовать все участники первого воскресения. Многие сегодня говорят, что мы уже живем в каком-нибудь условно 6500 году. Но шесть тысяч лет мира сего пройдет после грехопадения, и по окончанию 70-й седмины с пришествием Господа Иисуса Христа наступит кончина этого века. А седьмое тысячелетие совершенно особое, благословенное Богом время, царство правды и истины, искупившего творение Иисуса Христа. И тогда все становится на свои места. И тогда мы можем ясно видеть, что эпоха или эра Мессии действительно продлится 2000 лет от Его смерти и воскрешения. И что в пророческом смысле это те два дня, о которых не раз говорит Писание. Что у самарян, которых евреи считали язычниками, Иисус пробыл два дня. Что в истории, когда человек подобрал израненного, привез его в гостиницу и оставил два динария, как плату за два дня, сказав, что вернется через это время. Что у пророка Осии сказано о народе Израиля, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Все это говорит о том, что в конце 6000 лет, после всех событий великой скорби, этот мир, который уже сегодня погружается во тьму и в полное зло, будет осужден и падет навсегда. И наступит новое, ни с чем не сравнимое время, тысячелетнее царство Иисуса Христа. И еще одно размышление хочу показать в табличной форме, говорящие о самой 70-й седьмине, о том, как может выглядеть ее время. Если все семилетние циклы идут с начала творения, от Рошашана до Рошашана, то и последние 7 лет пойдут в таком же раскладе. Почему прежде было много ошибок в расчете последней седьмины? Во-первых, я не знал о годах Шмиты, которые идут с осени до осени, с Рошашана до Рошашана. Во-вторых, не предполагал, что эти семилетние циклы идут от начала творения. И я никак не вписывал седьмину в этот семилетний цикл. Слышал много слов о том, что в первое пришествие Иисус исполнил все весенние праздники, а второе пришествие символизируют осенние праздники Господни. И был в моих размышлениях вариант, что начало седьмины осенью, середина весной и конец седьмины тоже осенью. Потом смутило то, что говоря о последней седьмине, откровение указывает 1260 дней, как ее половину. И тогда получается, что и все предыдущие седьмины должны были быть по 2520 дней. И тогда 69 седьмин – это не 483 года, а 476 лет. Если принимать год по 360 дней. Кроме того, смутило повеление Артаксеркса, Ниэмии, данное в месяце Ниссан. Я подумал, что седьмины начинаются весной, с месяца Ниссан. В общем, было много версий и размышлений. Но очень надеюсь, что эти последние размышления наконец-то правильные. Очень надеюсь на это и верю. И седьмина соответствует семилетнему циклу Шмиты, идущему от Рошашана до Рошашана. Тем не менее, самое главное, что даже ошибаясь в своих размышлениях, мы пребывали во Христе. Мы бодрствовали и были готовы. Мы ожидали и верили, понимая, что время пришло, и Господь со всем рядом. Нашими устремлениями был и есть Сам Христос. Его скорое пришествие, восхищение и встреча с любимым Господом. Наши светильники горели и горят огнем любви и веры. Ну и теперь давайте посмотрим, что получается в том случае, если седьмина начинается и оканчивается осенью, в Рошашана, как и стандартный семилетний цикл Шмиты. Седьмина или семилетний цикл Шмиты пройдет с Рошашана 2022 по Рошашана 2029 года. Я здесь не буду учитывать то, что по небесным светилам наступление этих праздников может быть смещено на несколько дней или даже на месяц. Нам важно понять принцип. Буду смотреть по официальным еврейским датам этих праздников Господних или назначенных Богом времен. Потому что, как всегда, цель этого не предсказать какой-то конкретный день. Я много раз говорил, что не являюсь пророком и не знаю конкретного дня. Это только лишь размышление. У Бога свой совершенный календарь. Он вседержитель. Но цель показать, насколько время пришло. Вот как это может выглядеть. С 25-27 сентября с праздника Тру Прошашана 2022 года начался новый 7-летний цикл. Как говорилось ранее, 2022 год является не просто 50-м юбилейным годом, который следует за 49-м. Но это 70-й юбилей от вхождения евреев в землю Абетаванна. 25 сентября 2022 года или 1-го Тишрея 5783 года начало 70-й седмины. Следом через 10 дней. В этом году, 4-го, 5-го октября, был праздник Йом-Кипур. Судный день или день искупления. Когда Бог выносит приковор каждому человеку. Возможно, в этот день кто-то из людей, тот, кто во Христе, и чем искупителем действительно является Иисус Христос, были признаны искупленными. Для них это день искупления. А для всех, кто принадлежит этому миру, настал судный день. Ведь сказано, что время начаться суду с Дома Божьего. Потому что день покажет, кто и из чего строил на основании Иисуса Христа. Каждого дела обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Какую награду получит тот, чье дело устоит? Он будет восхищен и посажен на престоле, как и обещал Иисус побеждающему. Он облечется в белой одежде и получит в награду золотой венец. И будет сохранен от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Тот, кто бодрствовал, пребывал во Христе, ожидал и был готов сподобиться избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим и Сыном Божиим перед Иисусом Христом. Какой урон потерпит тот, чье дело сгорит? Будет оставлен на великую скорбь. Ведь сказано, один возьмется, а другой оставится. И тем, кто останется, предстоит пройти через смерть за Слово Божие во время судов, потому что время благодати окончится восхищением. Это Йом-Кипур. И есть еще один особенный праздник, Суккот. Праздник великой радости. И сегодня просто невозможно представить себе ту радость, которая охватит сердце каждого восхищенного человека для встречи со своим любимым Господом и Спасителем. Какая это будет радость! Возможно, что именно праздник Суккот, праздник великой радости и праздник временного жилья станет назначенным временем, когда произойдет восхищение всех, кто пребывает во Христе, всех, кто готов. В этом году Суккот идет с 9 по 16 октября. Но, возможно, по небесным светилам он немного смещается вперед. Я не знаю. Но Суккот может быть временем, когда сам Господь сойдет с неба и произойдет восхищение. Помните, как сказано у Иоанна о празднике Суккот? Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Это и есть Суккот. Тогда братья его сказали ему, если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Возможно, время его исполнится в этот Суккот, когда Господь сойдет с неба и произойдет восхищение в начале 70-й седмины. Еще момент, когда сказано о празднике Суккот, это когда Иисус возвел трех учеников на гору и преобразился пред ними. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Греческое слово «аннаферо», переведенное здесь как «возвел», имеют и другие значения. Возводить, возносить, приносить или выносить наверх. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Интересно, что сказано по прошествии дней шести. С какого момента прошло шесть дней? С наступления праздника Суккот, который длится семь дней, не совсем понятно. Лука, описывая эту же историю, говорит, что по прошествии восьми дней. А перед тем, как он возвел их, в конце шестнадцатой главы Матфея, Иисус говорит, «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Что тоже может говорить о восхищении тех, кто сегодня еще жив. Хорошо, идем дальше. Если в Суккот произойдет восхищение, то по окончании праздника Суккот могут начать свое служение люди, показанные в образе двух свидетелей. Я думаю, что они не могут начать свое служение, которое будет видимо людям, пока не произошло восхищение. Потому что это событие, начало их служения, видимое, но восхищение по вере. Показанные в образе двух свидетелей, или двух пророков, могут начать свое служение в Суккот, точно так же, как и сам Иисус Христос начал свое служение в Суккот после крещения Иоаннова. И так же, как и служение Иисуса Христа, Мессии, служение двух пророков продлится 3,5 года. В 11 главе Откровения сказано, что они будут пророчествовать 1260 дней. Если служение двух пророков начнется в самом конце или по прошествии праздника Суккот, то мы к 16 октября 2022 года прибавим 1260 дней. И получится, что их служение окончится 29 марта 2026 года. В Откровении сказано, что когда окончат они свидетельство свое, зверь их убьет. Это 29 марта 2026 года. Через 3,5 дня они воскреснут. 3,5 дня это 30 марта, 31 марта, 1 апреля и 2 апреля 2026 года. Это Песох. В 26 году с вечера 1 на 2 апреля наступает Песох. После трех дней с половиной, после их смерти 29 марта 2026 года, войдет в них дух жизни от Бога, и они станут на ноги свои и услышат с неба громкий голос «Взойдите сюда» и взойдут на небо на облаке. Это может быть Песох 2026 года, который будет идти с вечера 1 апреля по 9 апреля. И интересно, что в греческом переводе о 70-й седьмини сказано, а в половине седьмины будет взята моя жертва. Идем дальше. В середине седьмины произойдет еще одно важнейшее событие. Дьявол будет низвержен на землю и будет с великой яростью преследовать Израиль, принявший Иешуа. И о второй половине седьмины сказано, что жена Израиль убежала в пустыню, где будут ее питать 1260 дней. Это вторая половина седьмины. И если мы к середине седьмины, когда будут убиты два пророка, то есть 29-30 марта, прибавим 1260 дней, то придем к 9-10 сентября 2029 года. В 2029 году праздник Роша Шана с 9 по 11 сентября. И это может быть окончанием 70-й седьмины, последнего семилетнего цикла этого мира, идущего от Роша Шана до Роша Шана. И возможно в это время зверь выведет армию мира вместо Армагеддон и придет последний судный день, Йом-Кипур, который в 2029 году наступает 18-19 сентября. И дальше праздник веселья и радости. Суккот, как сказано в 19 главе Откровения, голос многочисленного народа говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Суккот – праздник великой радости. Вот так может выглядеть картина последней семидесятой седьмины, которая, как последний семилетний цикл этого мира, возможно, началась в прошедший праздник труп. В Роша Шана 25 сентября 2022 года. Есть еще одно пророчество, на которое я обращал внимание при размышлении о семидесятой седьмине. У Данила сказано, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. И я эти 1290 дней и 1335 дней отчитывал от середины седьмины. Но, возможно, речь в этом пророчестве идет совсем о другом. И не о днях, но о годах. 1290 лет и 1335 лет. И о том, что в семидесятом году первого века при разрушении римлянами второго храма в Иерусалиме ежедневные жертвы прекратились. А еще через шесть веков на святом месте храма была поставлена мерзость запустения. С 689 по 691 год шло строительство мечети, мусульманской мечети Купол Скалы, которая и по сегодняшний день стоит на святом месте, на месте Иерусалимского храма. Если мы к этому году, 690-691, прибавим 1290 лет, то получим 1980 год. Год, когда израильский Кнесет провозгласил Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Если мы к 691 году прибавим 1335 лет, то придем к 2026 году, к середине 77-й, когда Израиль, принявший Ишуа как своего мессию, будет полностью прощен и оправдан. И в 2026 году на месте этой мечети, возможно, будет поставлена другая мерзость запустения. Храм, объединяющий все мировые религии. Кто знает. И еще очень-очень интересно, что 691 год по таблице годов Шмиты попадает на 636 цикл. Это 4452 еврейский год. Если этот год разделить на 7, то получится 636 цикл. И если прибавить к нему 37-летних циклов, которые евреи выбросили из своего календаря, или 210-211 лет, о чем говорилось в прошлой программе, то получится, что 691 год – это не 636 цикл, а 666 цикл. В общем, очень много интересного и интересных деталей открывается в этой таблице 7-летних циклов. Но что сегодня важно для нас? То, что, возможно, 70-е седмина началась с 25-27 сентября этого года. И сегодня мы уже живем в празднике Суккот, празднике великой радости, в которой может произойти восхищение и встреча с нашим любимым Господом. Возможно, что сегодня Его время настало. И, видя все жуткие события, происходящие сегодня в мире и в Украине, мы видим, что тьма нависла над этим миром. И всем живущим под градом ужасных ударов я желаю терпения и веры. Потому что зло, совершенное зло, будет только нарастать и увеличиваться. Дорогие мои братья и сестры, будьте благословенны. Не переставайте ждать нашего Господа для своего спасения. Он грядет, Он на пороге. Пусть ваша надежда будет только на Него. Пусть ваши сердца будут открыты и будут принадлежать только Иисусу Христу. Пусть все ваши переживания родных и близких будут отданы на совершенную милость и совершенную волю Божию. Если мы в Его руке, если Он наполняет наше сердце, то в этом сердце будет полный мир, полный покой и совершенная любовь. Несмотря на все мирские ураганы. Мы укрыты во Христе, который силой своей, который действует и покоряет себе все, заберет нас из этого мира навстречу Ему. Будьте благословенны и не переставайте ждать Его и верить. Марана Фа, гряди наш любимый и долгожданный Господь. Мы так ждем тебя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова